добрый день дамы и господа ladies and gentlemen добро пожаловать на мой канал канал якова пайна это я сегодня 9 января 2024 года прямой эфир стрим стримец молодец поэтому пишите комментарии и мы будем обсуждать на любые темы на любые темы у меня конечно есть какое-то количество заготовок и я их вам почитаю несколько статей новостей но хотелось бы чтобы вы задали тон этому подкасту напомню о единственное правило на этом канале 100 лайков оставляйте записываю следующее видео не оставляйте и не записываю вот такая тема а пока приветствуйте меня я буду приветствовать вас взамен вот например например лэся лэся вот пришла на стриме пишет витание иорданский якову а скажи будь ласка просто мульской домовленности мы можем поговорить и сегодня дякую горного дня это одна из заготовок стамбульские соглашения которые не есть статья на эту тему который я уже несколько дней откладываю 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 я не знаю как сегодня если вы меня загрузите какими-то более важными темами я у меня не прочитаю если не загрузите прочитаю фон бог пишет салют будам привет фон бог давайте посмотрим на комментарий который вы оставили вчера или сегодня раньше дом до стрима пишет нам год либо моторин 81 33 интересно неужели год либо в моторе но так много что нужно было брать такое номер может быть не знаю я не очень хорошо разбираюсь год либо моторе на он спрашивает я кого расскажите пожалуйста что вы думаете про пенсионный кризис в chicago chicago у нас говорят chicago с точки зрения человека который давно проживает сша и хорошо понимает эту страну мне до сих пор непонятно как подобные pension plans пенсионные планы запускаются региональными органами власти и почему никто не протестовал свое время решение принятия 100 щедрых планов для муниципальных работников ну я вам скажу вот что во первых не все знают что такое пенсии и что такое кризисе что такое chicago поэтому давайте начнем издалека все глупости которые происходят у нас в стране не все не все но большинство глупостей которые у нас происходят в стране это связано с тем что к власти приходят демократы которые за красивыми лозунгами и за неправильной установкой вообще в принципе что человека это существо классное и за неправильной установкой что человеку надо давать надо заниматься дистрибуции имеющихся вещей и что правительство должно быть больше будь то правительство штатов будто правительство одного штата будто правительство города, как в данном случае муниципалитет Чикаго, они считают, что они знают лучше, что рынок это не может определять необходимости и требования и другие вещи. Кроме того, они, собственно, не только они, но любые политики стараются делать какие-то популистские дела. Чикаго долгие годы руководила черная лесбиянка, то есть женщина, черная и лесбиянка. При демократах, и в частности при Байдене, меритократия была непопулярной и остается непопулярной. То есть, если ты хорош в чем-то, то ты должен продвигаться по служебной лестнице или по какой-то другой лестнице. Это merit-based. Merit – это твои умения, достоинства, скиллы, знания. А последние годы у нас надо быть черной лесбиянкой, чтобы чего-то добиться. Ну или, скажем, не обязательно черной лесбиянкой, но хотя бы черной женщиной, как это была Клодин Гей, которая ушла в отставку, стала ректором при этом, не имея серьезных научных никаких достижений, опубликовав 11 статей, в которых было много плагиата. Но вернемся в Чикаго или вообще в муниципалитет. Они так хотели своих ублажить, то есть руководство города в лице черной лесбиянки и иже с нею, другие лесбияны и геи. Не только геи, но она руководила этим делом. Они хотели, чтобы у них все было «ханки-дори», то есть дать больше людям. А мы же всегда помним, мы, которые не демократы, мы, которые не левые, мы помним, что есть бассейн всегда. И бассейн из одной трубы вливается и из другой выливается. А они решили выливать из трубы больше, чем в нее вливается. То есть они решили, почему бы не разрешить людям уходить на пенсию раньше, в то время как вся страна впахивает до, скажем, 65-67 лет, а потом идет на пенсию. Почему бы пожарникам и полицейским Чикаго не разрешить, а не только учителям, например, в public schools в Чикаго, не разрешить уходить на пенсию до 60 лет. И при этом поднять пенсию, поднять условия пенсии. То есть человек может уйти, скажем, проработав пожарником в Чикаго до 60 лет, может уйти на пенсию и получать 70 процентов пенсии. Вернее, до конца жизни, 70 процентов его зарплаты. Чего бы не поработать пожарником? Ну, конечно, если у тебя есть коробка домино. То есть можно работать пожарником, конечно. То же самое другим они это сделали. Дальше политики, которые баллотировались куда-то в местные муниципальные органы, они тоже хотели быть лучше и они продвигали то, что мы дадим лучшие бенуситы для наших муниципалов. Да, соответственно, те за них голосовали. Но все же основывается на продолжительности жизни. И если вы сегодня разрешаете пожарнику или там учителю уйти на пенсию, на пенсию, скажем, в 60 лет. По продолжительности жизни очень многие у нас сегодня в Америке живут до 90. До 90 лет. То есть 30 лет. В среднем у них там в Чикаго пенсия учителя 71 тысячи долларов. Учителя, пенсия. Это не путать с тем, что мы говорили social security, пособие. Это бенефиты вообще у муниципальных работников во многих местах намного круче, чем у людей, которые работают в частном секторе, типа нас с вами. 70 тысяч в месяц. Если у кого есть может калькулятор, то можно его взять и поумножать чуть-чуть. Если человек в 60 лет начинает получать 70 тысяч в месяц, сколько он получит в год? Извините, я соврал. 70 тысяч в год. I'm sorry. Пошу прощения. Сорян, сорян, сорян. Звоняй ты дядьку. 70 тысяч в год. 70 тысяч в год. За 10 лет он получит или она 700 тысяч. То есть этому человеку исполняется 70 лет. Уже 700 тысяч ему надо отдать. Человек живет и живет. Ни цианистый калий не принимает. Не прыгает с высотки какой-то. Еще 10 лет. Еще 700 тысяч. Уже исполнилось 80. Уже 1.4 миллион долларов. Уже обошелся нам этот пенсионер учить. Не нам, а Чикаго. А он и дальше живет. До 90 лет живет. То есть уже за 2 миллиона переваливает сумму. То есть если человеку разрешить уйти на пенсию в 60 лет и платить ему из муниципальных средств 70 тысяч в год, это значит, что средств должно хватить на то, чтобы ему заплатить 2 миллиона. Учитывая такую продолжительность жизни. А где эти деньги взять? Сегодня в бассейне уже мало. Они надеются, они перекладывают ответственность на будущее поколение. А как можно на них переложить ответственность? Не приказать же им, а повысить налоги. Значит что? Значит люди, которые работают в частном секторе, будут платить повышенные налоги в следующее поколение. Чтобы этой училке, которой 87 лет, которая уже высосала 2 миллиона долларов из бюджета, продолжать платить. То есть налоги в частном секторе должны помочь Чикаго прикрыть свои езды и выполнить их обещания. Но это не получается, что одеяло короткое. Короткое одеяло. Тут прикрылся, там оголилось. И в этом у них есть и кризис, чикагский кризис. Почему такое разрешено? Трудно сказать. У муниципальных работников и муниципалитетов существует какая-то свобода, что они делают внутри своей организации. Если они умудрились выдать из федералов помощи на Чикаго столько-то денег, то вот они такое и стругнули. То есть их задача быть хорошенькими, а не использовать калькулятор и логику бассейна. Теперь там бассейн наполовину пуст и сегодняшним вечером тост, который вы будете поднимать за пельменями или за чем-нибудь другим, тост поднимайте за бедных, за молодежь Чикаго. Потому что им придется нелегко. Либо им надо будет свалить из Чикаго, так что город опустеет через некоторое время. Вот люди уже подошли, даже некоторые приличные люди стали здороваться. Станислав пишет «Здравствуйте, Антон, guten Tag». Вахмурка пишет «Здравствуйте, уважаемый». Это я? Больше никого нет. Значит я уважаемый. Элюзив Джо, добрый день всем присутствующим. Джу Стар, доброго дня, пане Файне. Витание, файна громада. Ольга пишет «Витание, Яков». Юр, вітал, здравствуйте, Яков. Антон, добрый день, Яков. Я вам еще не надоел имя Якова. Это они пишут, это не я. Джу Стар пишет «Яковы, а что вам не подобается в Европе? Чи могли бы вы, например, жити у Великой Британії або у Швейцарии?» Я миг бы. Я вообще могу жить где угодно, в любой стране. Я довольно такой человек непритязательный и как перекати поле, могу прижиться где угодно. Могу снизить свои требования к уровню жизни, если это нужно. Но если это не нужно, хотелось бы, чтобы уровень жизни был бы покруче. В Европе, мне кажется, какая-то такая скука, висящая над всей Европой. То есть, конечно, Европе повезло очень, что очень много лет назад природа была создана такой, что Хоуай. Такая природа, как в Европе, в Западной. Не то, что у нас этого нет, у нас тоже есть. Но там еще помимо природы, там развивалась культура всего нашего чудного культурного человечества. Там строились красивые здания. Много лет люди знали, что надо вкусно кушать. Много лет гастрономия была шикарной. Много лет там рисовали известные художники. Столетий. Столетий. И они это все умудрили сохранить. То есть, если новая Европа, может быть, особо ничего и не привносит, хотя привносит тоже наверняка в процветание Европы. В основном, многие, конечно, юзают то, что было сделано в Европе раньше. И поэтому нам до сих пор, пока еще, иногда хочется, кто такой и где у нас порой, говорит, поехали в отпуск. Куда? В Европу. Почему? Там все круто. Там чистые улицы. Там относительно небольшая преступность. Особенно, если ты поселишься в правильном районе. Там вкусно кормят. Там есть шикарные музеи. И там можно кататься на лыжах на Альпах. Ну, ладно, на лыжах можно и у нас кататься. Но там дешевле. И нам, американцам, там провести отпуск может быть очень часто дешевле, чем провести отпуск с таким же качеством или с таким же набором услуг, такого же левела, уровня в Америке. Там дешевле. Мы зарабатываем намного больше, чем европейцы. Поэтому, смог бы ли я жить в Европе? Наверное, смог бы. Было бы мне скучно? Да. Мне было бы очень скучно. Хотя я бы оттуда вел бы подкасты тоже. Ну, сколько можно ходить вообще в музеи? Ну, один раз ты поудивлялся. Ой, боже, какая, посмотрите на эту деревеньку, какая кукольная деревенька. Ну, я бы прошел ты по этой одной улице имени Ленина в этой деревеньке во Франции. Да, ну, сходил ты в этот ресторан. Было вкусно. Но мог бы ли ты жить в этой деревеньке, если каждый день по улице Ленина гулять? Ну, вот, посмотрите, какие красивые виноградники. Да, красивые, шикарные виноградники. Ну, хорошо. Ну, один день красиво. Второй день, третий день. Мне кажется, в Америке, в Штатах более живая какая-то жизнь. Не то, что она лучше, но она живее. Штаты и сейчас живее всех живых. Поэтому, поэтому, могу ли я жить в Европе? Мог бы. Хотел ли бы я жить в Европе? Сегодня нет. Что будет завтра, я не знаю. Может, я завтра утром встану и скажу, все, собираем вещи с женой и валим. Вероятность маленькая, но такое бывает. И все, что мне не нравится, у них идет перекос. У них в Европе идет перекос, как вам сказать, перекос ценообразования. У них для нас, для американцев, цены нормальные на все. А для них цены дорогие. Поэтому, я, когда еду в Европу и питаюсь в таких-то ресторанах, и живу в таких-то гостиницах, не смог бы себе этого позволить, если бы у меня был бы европейский доход. Поэтому, я лучше как бы побуду здесь. Иногда буду ездить в Европу, хотя все меньше этого хочется. Но, короче, вы поняли мой ответ. Анна пишет, хей, Яков. Хей, Анна. Валерий пишет, привет, Яков. Руслан, здравствуйте. Форест Гамп. Я бы зараз хотел жить и дать в Австралии. Австралия – это глушь, это вообще задворки мира. Извините, дорогие австралийцы, если вы меня слушаете. Но это так далеко. Это так далеко. Что куда-то выбраться оттуда, не знаю. Ну, что, там, в принципе, можно ездить, наверное, в Азию. В Азию. Что не ближе, чем от нас в Европу, конечно. Но вообще, там, сутки добираться. Денис пишет, Яков, доброе утро. Можете в двух словах описать путь перехода из QE в Developer и далее в Backend. И как оформить опыт в резюме, ведь никто не ищет джуниор после курса. С резюме надо врать. Но врать надо, если вы хорошо очень знаете материальную часть. Врать не зная – это крышка, это гибель, испортите свое имя. Что касается перехода из QE в Developer, надо сначала перейти в QE, добиться всех высот автоматизации QE. Когда вы будете заниматься автоматизацией QE, в QE вы будете писать программы уже. Вы будете писать скрипты, как автоматизировать тестирование. Когда вы начнете писать скрипты, вот тогда вы начнете думать, а может быть и язык программирования подучить. В тот момент вы будете где-то работать в какой-то компании, изучайте те языки, которыми пользуются в этой компании. Чтобы использовать ваше местоположение и нахождение уже внутри, для того, чтобы пересесть как-то на программиста. Ну и главное, конечно, вы должны прийти к начальнику, если уже все прочее сделано. Вы уже хороший, сильный QE-щик, который знает серьезную автоматизацию и хорошо пишет скрипты, и вас уважают. Тогда надо подойти к начальнику и сказать. Василий Петрович, мне очень нравится работать в нашей компании. Смотрите, я работаю честно, аккуратно, я поднял свой уровень на QE и так далее. Мне нравится писать скрипты, и я думаю, что я смог бы программировать тоже качественно. Я уже прослушал курс у Якова Файна, видео, программирование на Java, и я уже знаю основы. Дайте мне шанс. Я с удовольствием бы начал говорить, давайте мне какие-то маленькие задания, чтобы я начал программировать потихоньку. Ну и послушайте, что вам скажут. Если скажут fuck you, значит, вы им ответите точно так же, ибо третий закон Ньютона, сила действия равна силе противодействия. И тогда пойдете, сказать, в другом месте. Ну я бы так делал. Владимир Кожаев пишет. Привет, Яков. Как мы знаем, опять у меня эти маленькие комментарии. Как мы знаем, в Украине бегают от мобилизации, в России США и Германии тоже бегают или бегали, а где ты считаешь, что это правильно? Понимаете, у вас, вас обманывают. Вы этого не понимаете. Ваш народный гнев направляют на Соединенные Штаты Америки сегодня. А именно в какой форме? Нам дают мало оружия. Но если бы вы умели писать и в стейтменты, или хотели бы, потому что многим так удобно, руководству Украины сегодня удобно так, чтобы население так думало, что неудачи и отсутствие стратегии, или неудачи из-за отсутствия стратегии сегодня, вина руководства Украины. Вместо этого вам дают такое нечто очевидное. Нам не дают оружие. Я не говорю, что это 100% неправда, конечно, не хватает, но с другой стороны, поймите и нас. Когда наши говорят, какая у вас стратегия, цели, задачи, а те говорят, стейлмейт, те говорят, тупик. Пока тупик, но мы знаем, что делать дальше, а вы нам давайте оружие. Но реально-то вы же понимаете, Володя, что происходит на фронте? На фронте убивают людей. Украинских солдат убивают. В больших количествах сегодня. Я не знаю сколько, 500 в день? Или больше, или меньше, я не знаю, но не суть. Вот представьте себе, что лежит раненый и истекает кровью. Кровь просто вытекает из Украины сегодня. И вам рассказывают на гражданке, нам не дают оружие, и в этом проблема. И западу надо объяснить, что если нам не будут давать оружие, Путин пойдет дальше и так далее. Но в это не верят на западе. Скорее верят в серьезность израильского конфликта. Но он действительно намного серьезнее. Там уже так вспыхнут, что мама не горюй. А в то, что из-за Украины вспыхнет, не очень верят. И, что самое главное, к чему я клоню. В то время, как вам рассказывают о том, что главные проблемы Украины в том, что мало дают оружие с запада, на самом деле вас хватает, как вы сами пишете. И не сейчас, а раньше вы писали, как хватает на улицах в Украине. И везут в эти центры ЦЦК, или как они называются. Ну, типа военкомата. Но если написать любой ИФ-стейтмент, зачем хватает на улицах, значит, не хватает на фронте. Причем сильно не хватает. То есть реально проблема, одна из главных проблем, как я ее вижу, нехватка бойцов. А почему нехватка? Потому что их тупо убивают. Если из бассейна бойцов вытекает сколько-то, то должно втекать больше. Сколько еще будет так истекать крови Украина, из-за того, что там просто убивают бойцов. Ну и будут, конечно, хватать на улицах. А что же делать? Они не хотят признать этого. Руководству важно сказать, что Запад виноват, не дает оружие. А на самом деле у вас не хватает бойцов. Бегает ли у нас и в Германии, я не знаю. Я не знаю. Максим. Привет, Яков. Женщины лучше мужчин, бедненькие, лучше богатых белых. Надо продвигать притесненных ЛГБТ. Это все из набора юного лицемера. Да, это из набора, из юного демократа. Так, дальше. А вот мой сын говорит, пишет Анна, что там в Европе смотреть все одно и то же. Да, одно и то же, я с ним согласен. Если человек не специалист, ну, я, конечно, тоже хожу в музеи там. Я не специалист. И я был в музее две недели назад, или когда я был в Нью-Йорке, две недели назад, был в музее. Понравилось ли мне? Да. Восторги ли я? Нет. Помню ли я все, что я увидел? Не очень. Но кое-что помню. Ну, то есть, если есть люди, которые очень любят это, ну, так как я люблю, например, вкусно поесть в хорошем ресторане, так некоторые любят посетить три музея в день и так семь дней подряд во Франции. Я не такой. То есть, у каждого свое так, что ваш сын говорит так, значит, он прав, ему это нравится, он это и говорит. Макси пишет, якобы, не понимаете, до Страйда даже ядерной ракете лень лететь. Кроме того, рядом шикарная Нова Зеландия с ее уникальной природой. Правильно, я знаю, козочки, баранчики, лэмс, лэмс, у нас привозят лэм-чапс, вот эти вот ребрышки бараний из Новой Зеландии. Говорят, бараны не едят химикаты вредные, поэтому есть мясо баранов лучше намного, чем есть мясо коров, которые, как известно, глупые, и можно подсунуть всякую гадость. А вот новозеландская баранина – это наше все. Но сколько можно есть баранину или смотреть на красивых овечек, которые гуляют там по природе? Hello, Dan. Антон пишет, Европа, по сути, бедная. Виталия, третья экономика ЕС, медианная зарплата в 2022 году была 27 тысяч евро в год до налогов. То есть, если не досталась квартира от бабушки, работать придется за жилье и еду. Согласен, Антон. Европа бедная, бедная. Даже богатые страны, они бедные по сравнению со Штатами. Так, 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 дальше. Дэн пишет, Антон, кажется, это не мне, извините. Дальше. Война на истощение, пишет Станислав, скоро Украина, хватать будут. Вот это демократия. Нет, не будут. Я в очередной раз говорю, женщин трогать не буду. Потому что это конец Украине, если женщин начнут трогать. Я имею в виду в хорошем смысле трогать. Не в хорошем. В мобилизационном смысле. Так. Веб-девелопер пишет. Причем они рассказывают, что косят россиян как косой. Но в России нет новой мобилизации. Конечно, веб-девелопер в это верить нельзя. Ну, то есть, то, что косят в России, я верю. То, что косят русских солдат. Я верю, конечно, косят. А те, что просто вот так становятся в ряд. И украинцы так. Следующий. Так это вообще выглядит? Или они тоже косят? Конечно, в это верить не хочется. Но Украина сознательно и специально рассказывает только о потерях врага. Ну, окей. Окей. Макс Юэй пишет. Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, который уже повоевал, сказал, что потери убитыми и тяжело ранеными около 300 тысяч в месяц. 30 тысяч в месяц, извините. Но в Киеве траур по 40 погибшим, это стрелы 29 октября. Я не читал Юрия Луценко, но давайте поговорим. 30 тысяч в месяц убитые, тяжело раненые. Украинцев умножим на год. То есть это 30 тысяч потери в этом бассейне, которые не вернутся никогда на фронт. Они либо погибли, либо настолько ранены, что их уже не призовут. Сколько нужно тогда людей в Украине на фронте, чтобы оставить хотя бы такой паритет, как есть сегодня с россиянами? 30 тысяч в месяц, чтобы год продержаться. Помните мальчиша-кибальчиша? Нам бы год продержаться, чтобы продержаться год. Если останется такая же скорость потерь, 30 тысяч в месяц, то получается 360 тысяч в год. То есть нужно мобилизовать 360 тысяч в год. Вот так мы и приближаемся примерно к цифрам от 400 до 500 тысяч, которые озвучил Зеленский, что ему нужно мобилизовать. Откуда? Потому что он считает. Ему принесли калькулятор и сказали, мы будем продолжать терять по 30 тысяч в месяц украинцев. Тогда сказал Зеленский, ну это я условно. Тогда надо взять, давай возьмем на всякий случай 500, чтобы лишние 100 тысяч было, чтобы год продержимся. То есть через год потерять 500 тысяч или там 360 тысяч украинцев еще потерять убитыми и ранеными. Это сказал Луценко? Я не знаю. Я не знаю. Так. Чего-то, Станислав пишет, чего-то наемники со всего мира плохо идут на сторону ВСУ. Окей, идем дальше по вашим комментариям, которые были вчера. Да, тема американских пенсионеров вас, судя по всему, интересует. И вот я вижу, читает нам кто, Готлиб, Моторин, 8130 и все тот же Готлиб. Есть еще и Roth версия O401 плана, когда вы платите налог сразу, но все последующие проценты, которые вы получите от прибыли со вкладом, не облагаются налогом. Так, надо сказать два слова на эту тему тоже. Ну, во-первых, я хочу вам сказать, что я уже когда-то, я, может быть, в этом видео вам оставлю ссылочку на это видео, которое я записал 4 года назад. Называется оно «Откуда деньги у американских пенсионеров?» Видео номер 166. Найдете по ему имени плюс по этому титулу. Ну, вообще нет, я оставлю, я не забуду, оставлю в описании. Да, я там рассказывал всякие другие вещи тоже, но если вы уже упомянули Roth IRA, этот вид откладывания называется Roth IRA, что пишет Готлиб, что есть вариант. Давайте я тогда начну издали, а потом перейдем к Roth IRA. То есть, допустим, вы посчитали, посоветовались с близлежащими товарищами, с женой, мужем и прикинули. То есть, мы можем откладывать тысячи долларов в месяц, надо откладывать, пенсия не за горами, или за горами, но давай начнем раньше. Мы можем вполне себе откладывать, допустим, у нас, ну, к примеру, допустим, у нас доход 10 тысяч в месяц, долларов, одну тысячу мы можем позволить себе откладывать. Возникает вопрос, как откладывать, до налогов или после налогов. То есть, сначала мы заработали 10 тысяч, 10 тысяч заработали, из них мы говорим, тысячу отложим. Тысяча долларов откладывается налогом. Давайте возьмем для простоты вычислений, там, 40%, к примеру. То есть, если вы скажете, хорошо, отложим эту тысячу до налогов, это будет deferred tax, то есть, отложенный налог. Не то, что их вообще вам никогда не надо платить, но на пенсии потом. Сейчас вы крутой парень, 10 тысяч зарабатываете или там вместе с женой. А потом у вас будет только пенсия, social security, пособие вот это, и вы попадете в более низкую налоговую сетку. Налоги будут меньше, чем если бы вы заплатили бы сейчас. Это первое. А второе, те деньги, которые вы отложили сегодня, они, вы же не просто их отложили там под подушку или в матрас. Вы их вкладываете в какие-то более-менее безопасные пенсионные фонды, которые растут, растут, растут с годами. Чем раньше начнете откладывать, тем больше вырастут. Это самая важная вещь. С годами, чем раньше вы откладываете, тем больше вы соберете. Это первое. А вторая вещь, чем больше вы отложите, тем быстрее они вырастут. Это второе. Но давайте возьмем вот эту же самую тысячу долларов, о которой мы говорим. Этой же самой семьи. Если вы берете тысячу долларов и откладываете ее до налогов, то есть это вы берете всю тысячу долларов и вкладываете в какой-то пенсионный фонд, который, допустим, вам платит 5%. То есть получается, что у вас изначальная ставка, вернее, изначальная сумма, с которой вы начинаете рост денег, или с которых начинается рост денег, тысяча долларов. Она будет расти, если по 5%, скажем, за 12 лет она удвоится, если она по 6%, 12 лет удвоится, или за 13. Ну, короче говоря, она тысяча начнет расти довольно быстро. Вариант number two. Вы сказали, я не хочу использовать никакие до налоговые отложения, пусть меня возьмут налоги, а я потом буду откладывать. То есть, опять, изначально вот эта тысяча долларов, о которой идет речь, если вы говорите, пусть с нее заберут налоги, а мы начнем уже откладывать, куда мы хотим. Не в эти 401 планы, не в эти пенсионные планы, куда хотим, туда отложим. Тогда что получается? Из этой тысячи вы получите 600. То есть, изначальная сумма, с которой начнется рост, не тысяча, а 600. То есть, эти 600 долларов будут расти намного медленнее при прочих раундах. Допустим, вы найдете тоже где-то не пенсионный фонд, не связанный никак с налогами, а начнете просто откладывать там в акции, к примеру. В акции вы начнете откладывать, первая сумма за первый год 600 долларов в акции. Акции, допустим, растут, допустим, вы угадали, и все нормально, 5% вы получаете. То есть, теперь что получается? Теперь получается, эти 600 долларов, которые вы вложили, они начнут расти, будут расти значительно медленнее, чем тысяча. В первом варианте, первое. Второе, если они будут расти, эти деньги, все то, что они заработают, называется capital gain. На capital gain вы тоже заплатите 15-20% от того, что они заработают. То есть, мало того, что они медленнее зарабатывают, они еще и обкладываются опять налогом то, что они заработают. Такой вариант, понимаете? То есть, если у вас есть возможность отложить до налогов, явно вы можете быстрее прийти к какой-то важной сумме. И последнее. Вот этот Roth IRA, о котором сказал господин Готлиб. И правильно сказал, что есть еще такой вариант. Вообще в Америке очень много финансовых продуктов. И есть такой вариант, который говорит, что если вы хотите откладывать деньги в Roth IRA, это означает что? Что их уже обложили налогом. Но если они начнут зарабатывать деньги, вот этот заработок не будет откладываться налогом. Вот то, что я сейчас вам перед этим сказал. 600 долларов. То есть, вернее, сняли налог, осталось у вас 600 долларов, и вы просто вложили там в акции, в стоки, в stock market, просто. То capital gain, то есть, заработанные на них деньги, будут облагаться налогом, скажем, 20%. А если вы точно так же заплатили с этой 1000 долларов налоги, осталось у вас 600, но эти 600 вы не просто начнете вкладывать в акции, а найдете вот такой фонд, который называется Roth IRA, R-O-T-H, Roth IRA. Если вы в него положите, и этот фонд вкладывает деньги, тогда то, что он заработает, этот capital gain не будет обкладываться налогом. То есть, если вы уже решили, пусть уже снимут сначала налоги, а потом я буду вкладывать, просто подумайте, может иметь смысл какую-то часть ваших отложений вложить в этот Roth IRA. Окей, Вахмурка пишет, что яйца подорожали на 10-15%, а у нас еще чуть дешевеют. Так, дальше, что еще интересного? Денис пишет, госдолша 32 триллиона растет, как на дрожжах. У вас старые данные, Денис, уже 34,1 триллиона. И еще одна цифра, если вы уже любите цифры, это 123%. То есть, на 23% больше долг, чем ВВП у нас. Какая тема? Какая тема? Окей, идем дальше. Вот я рассказывал вам о пельменях. Человек Юрий Григо пишет, «Тримаюсь подальше в спельнот пельменных традиций. Мне ближе культура кошерной кухни». На что ему Макс отвечает, «Хибо пельмени не бывают кошерними». Значит, смотрите, что это за фраза вообще. Человек пишет, Юрий, он старается держаться подальше от общин, у которых пельменные традиции. Наверняка это идет камешек в огород россиян. Типа, он старается не есть русскую еду, а пельмени – это русская традиция, значит, он не ест. Из-за того, что россияне такое творят, он не ест пельмени. Ну, это, конечно, как унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла. Я вам хочу сказать для справки. Вот эта группа людей, которые были у нас на этой вечеринке пельменной, все из Украины и все проукраинские. Все проукраинские. Ни одного человека не было, который был бы пророссийский. Но мы все ели пельмени. Нас это никак не парило. Нельзя так делать, пацаны. Вам промывают мозги, вам говорят, не есть и пельмени. Вам говорят, не считайте Пушкина. Снесите памятник Пушкину, вам говорят. Язык русский – это враг, вам говорят. И вы ведетесь на это. А вот еще начните бороться с пельменями. У вас продаются пельмени вообще в магазинах, в супермаркетах? Почему вы не пойдете туда, Юрий, и не начнете там шум поднимать? Что вы, сволочи, делаете? Родина в опасности, а вы продаете пельмени. Почему бы не так? Но Макс вам правильно ответил, в частности. Пельмени тоже могут быть кошерными. А вы пишите, вы любите кошер. Почему нет? Это называется кашрут. То есть, есть определенный процесс, когда правильные раввины смотрят ваше производство пельменей, что там чисто, там аккуратно, там молоко с мясом не смешивают и так далее. То есть, у них есть определенные правила. Если процесс соблюдается, то ставится специальный значок, значок, например, «глад кошер» или что-нибудь такого типа. И пельмени ваши могут быть кошерными. Как вы тут будете реагировать, Юрий, я не знаю. Я не знаю. Анна пишет, еще Яков хотел спросить про американские машины. Они вообще популярны в Америке? А то все Мерседес, BMW и так далее. Популярны? Конечно, популярны. Американские машины популярны. Но есть разные сегменты. Есть разные сегменты автомобилей. Есть сегменты такие массовые. Какие автомобили покупают массы американцев? В своей массе. Масса американцев не имеет какого-то супер-дупер дохода. И сейчас я вам покажу. Я вам сейчас покажу. Ну вот, например, лидирующие бренды автомобилей в Штатах, основанные на продажах. Number one. Number uno. Ford. Ford – это американская компания. Продали 1.7. 1,7 миллионов машин. Toyota на втором месте. Популярная машина японская. Chevrolet, Chevy. Американская машина на третьем месте. Полтора миллиона продано было. Дальше пошла Honda. Honda, Hyundai. Дальше пошел опять Jeep. Американская машина. Nissan японская. Kia какая-то корейская, наверное. Не знаю. Subaru. Субару. Чья Subaru? Японская, наверное. Ram это, я думаю, американская. Tesla – американская. GMC, General Motors – американская. Вот такие дела. Но если мы посмотрим на вот эти данные. Top luxury car brands. То есть, те, которые уже люди покупают, которые хорошо учились. Тут уже пошли, пошли больше, конечно же, где же оно есть. Сейчас найдем. Больше пошли уже импортные машины. Best luxury car brands for 2023. Audi. Aston Martin. На Aston Martin катался Джеймс Вон, насколько я помню. Последний раз я с ним ездил. Bentley. BMW. Cadillac. Cadillac, видите, американская. Genesis – это корейская. Jaguar – это английская. Land Rover – это английская. Lexus – это японская. Lincoln – это американская. Mercedes-Benz – это немецкая. Porsche – это… Кто Porsche у нас? Англичане, по-моему. Но хочу сказать определенные вещи. Вот здесь, смотрите, Cadillac и Lincoln. Только попали эти первые, сколько, десятка, наверное. Хочу сказать вот что. Многие из этих машин, они заводы по их выпуску здесь. Вот, например, Mercedes, на котором я езжу, где же он выпускался? То есть, конечно, там движок, приехал из Германии, трансмиссия из Германии, но сама сборка была, где она была? Не то Луизиана, не то Кентакки. Хотя это Mercedes, вроде бы, как немецкая машина. Также и с другими брендами то же самое. То есть, бренд импортный, но он мог собираться у нас здесь. В этом списке вы видели Cadillac. Cadillac – это моя мечта детства. Ну, не детство, а отрочиство. Когда я приехал в Америку, я увидел эти Cadillac, эти мягкие. Вообще, машины были такие, как корабли. Вот так сидишь и плывешь. Такая подвесочка мягенькая, огромная. Я помню, я тогда пробовал разные машины. Но Cadillac была красавица. Cadillac внутри была так отделана, эти велюровые сиденья. Я все время к жене приставал и говорил, давай купим Cadillac, давай купим Cadillac. А она мне говорила, ты что, на Cadillac ездят старики. А почему-то мы будем ездить на Cadillac. И мы так и не купили. Хотя у меня есть приятель, у которого… Он так получилось, что он работает в одной организации, которая им дает машины. Организация им покупает машины, чтобы они могли ездить. У них работа связана с ездой. И всегда Cadillac. И всегда. И каждые три года, по-моему, или пять лет, я не помню, меняли Cadillac. Он им был очень доволен тоже. Но вероятность, что я еще буду в своей жизни ездить на Cadillac. Очень маленькая, конечно. Но тем не менее. То есть пару брендов американских есть здесь. Что касается качества. Качество получше у западных. Ну, я не могу говорить за всех западных. Внутри, отделка. Вот это все такое. Получше. Особенно Lexus. Lexus у нас их было несколько. Собо пять или шесть. The best. The best. Просто value. То есть стоимость. Отношение стоимости к качеству. Я даже не знаю, что… Ну, я как бы небольшой спецавтомобильный. Но лучше, чем Lexus, я не знаю ничего. Хотя у меня были и другие машины. Вот и Mercedes тоже. Mercedes по качеству я… По качеству… То есть качество сборки все хорошо. Но у Lexus ничего не происходит. А у Mercedes у меня уже было два или три Ricola. Там надо… Заедьте в это… В dealership надо поменять эту штуку. Потому что если не поменяете, может там что-то произойти на дороге. У Lexus ничего не происходит. Понимаете? Берите Lexus. А я уже буду на Mercedes. Да, если я доковляю как-нибудь. Так. У вас какая-то идет дискуссия. Да, кстати. Об отделке. Об отделке. Вот мы в свое время ездили на рыбалку. В этот… Как он называется. Мы ездили на рыбалку в Лейк-Онтарио. Там на лососе. И это была такая мужская поездка регулярная. Сначала мы даже ездили дважды в году, потом раз в году, потом перестали. Но мы ездили на… У нас возил один парень, один из нас. Который… Он любил большие машины. Джеральд Моторс, там Yukon была модель у него. И машина мощная, красивая, сильная. Но вот… Только он ее взял. Ну, прошло полгода. Уже там внутри что-то там неприклеено. Уже что-то дребезжит. Какая-то панелька чуть-чуть отсоединилась. Такого в западной машине, в Мерседесе или в Лексусе я не представляю. Чтобы там что-то там отсоединилось. И там… Ну, не знаю. Короче, есть такие проблемы и все. Так, ладно. Давайте-ка я… Давайте-ка я вам пару слов скажу про какие-то новости местные. Одна из важных новостей, как по мне… Ну, то есть самая главная проблема, которую в Америке я сегодня вижу, это южная граница. И то, что, скажем, в декабре 300 тысяч прошло нелегалов через южную границу в Америку. Байден барахтался, барахтался, бился, бился. Ничего до сих пор не сделал. Но вот начал уже отправлять более-менее серьезных людей. Не Камал Харрис, которого он отправил два года назад договариваться в Латинской Америке. «Товарищи, не приезжайте к нам, не надо». Поехал Акал Мала Харрис. Но у нее, конечно, ничего не получилось, потому что не могло. Вот. Поехали уже серьезные ребята. Поехал уже Блинкин, который фактически министр иностранных дел. И поехал такой Майорка. Майорка его фамилия, он Homeland Security. Это как МВД. Министерство внутренних дел. Они поехали туда, к господину Абрадору. И Абрадор, как всем известно, президент Мексики. Поехали с ним договариваться. Что, ну может, давай ты как-то, во-первых, ты придержишься там на юге, чтобы Латинская Америка не валила через твои границы. А во-вторых, ты разрешишь нам, как это было при Трампе, а может быть и лучше. При Трампе был так называемый Title 42, правило 42, по которому наши пограничники, бравые ребята, могли отправлять обратно в Мексику тех, кто идет к нам. И миллион человек в год отправлялась обратно на минуточку. Поэтому Title 42, а потом он expired, то есть он закончился. И Мексика никаких обязательств не несет. Одним словом, они поехали туда, и вроде бы начались какие-то подвижки. Потому как, если есть переговоры, то есть, возможно, чем-то договориться. А если не договариваться, то сами понимаете. И вот что же они хотят пока, мексиканцы, за то, чтобы помочь в нашем сложной проблеме, а именно помочь с остановкой вот этого потока, бешеного потока. Они хотят, мексиканский президент сказал, что, во-первых, дайте нам для начала 20 миллиардов долларов. Не нам в Мексике, но на разные латиномерские и американские страны, которым плохо живется. Ну, а кто должен помочь этим странам? Ну, конечно, мы, Америка. Кто всем помогает? Америка. То есть, дайте нам 20 миллиардов долларов. Мы их тут по странам раскидаем. Мы-то понимаем, что их тут же стырят, разворуют. И в той же там Венесуэле или какой-нибудь там Гватемале ничего хорошего не будет. Даже если мы им дадим эти 20 миллиардов. Ну, то есть, раздеребанят и так далее. Ну, это первое он сказал. Потом он сказал, что прекратить блокаду Кубы. Это второе требование. Это как раз неплохая идея. Я считаю, что блокадой ничего мы не добиваемся особо. То, что они там нищие, беднягие живут. И то блокада не очень, я думаю, имеет значение в этом плане. Я уже не говорю о том, что здесь в Майами половина кубинцев вообще живет. Которые уехали оттуда. Которые не любили Кастро. Но если это сделают, то, может быть, тогда и я смогу поехать в эту страну. В этот музей старых автомобилей. И посмотреть, как там живет народ на Кубе. Дальше. Снять санкции с Венесуэлы. Хочет мексиканский президент. Чтобы Америка сняла санкции с Венесуэлы. Ну, и последнее, и самое главное. С чем я как раз таки, да, согласен. Он говорит, что примерно 10 миллионов нелегалов живет в Америке. Перешли границу. И он хочет, чтобы Соединенные Штаты Америки дали им всем право на работу. Вот тут я как раз 100% за. Если вы уже все равно здесь. Надо принять это. Надо принять реальность, в которой мы оказались. Они уже здесь. Так дайте им возможность работать, платить налоги. Строить свои семьи и становиться американцами. То есть, тут я как раз согласен. Согласен. А для Байдена это очень важно. Байден вообще не мычит, не телится, как говорится. По поводу своей преддверленной кампании. Демократическая партия уже тоже тихо плачет в сторонке, где-то там в курилке. Ему надо показать, что это самая серьезная проблема в Америке. Не война в Украине. А вот это. Южная граница. Вторая по серьезности вещь для Америки сегодня это война в Израиле. Удержать там конфликт это number two. Вот. И, конечно, Байдену это важно что-то сделать. Делается он или нет, я не знаю. Теперь новости Нью-Йоркщины. Город Нью-Йорк. Про палестинские восстания вообще они обнаглели. Они уже, когда это было вчера или позавчера, позавчера, воскресенье, наверное, они просто перегородили все дороги. Основные дороги, которые идут в Манхэттен. Не все, но основные. Туннели, там мосты и так далее. Давайте я вам покажу эту статейку. Вот они садились и они сидели. Это перед Бруклин-бриджем. Там сзади видны вот это. Вот это Бруклин-бриджем. Они сели вот так. Они сидели, они перекрывали, они останавливали движение. Это, кстати, Сьюзан Шарандон ненормальная, которая тоже за них. 77 лет ей. Она пропалестинская. Точно так же, как Александр Аказио-Кортес. Вот. А некоторые из них, посмотрите, они засыпали себя бетоном, чтобы их не разнять. Некоторые приковывали себя цепями, как Пелнаутилус, Пампилус, скованные одной цепью. В общем, они себя вели нехорошо. Произошло 334 ареста в полицию. Смотрите, что они делают. Больные люди. Просто больные. Я не могу себе представить произраильскую демонстрацию, где люди себя бы заливали цементом. Я не знаю. Но к чему я хочу это все вам показывать? Что действительно сопротивление идет сильное. И Израиль потихонечку, потихонечку, но они начинают снижать свои требования и менять тактику войн, чтобы успокоить народ и население во всех странах мира, включая США. И вот эти хвастания, или, как мы говорим, швыц, швыцанье. А что мы сами сусами, и нам Америка не указает, это булшит. Америка вам указает. Следующая маленькая новостишка. Я вам не один раз говорил уже о том, что о том, что только ненормальный или человек с очень сложными, с тяжелыми какими-то семейными обстоятельствами, например, умирает родитель, поедет сегодня из Америки в Россию. Я говорил о людях, у которых два паспорта, российский и американский. Россия – это проклятое место. Туда нельзя ехать, американцы. Нельзя в принципе. Потому что загребут. И вот очередного загребли. Россия задержала американского гражданина. Они ему предъявили обвинение в наркотиках. И ему теперь светит до 20 лет в тюрьме. Вот этот несчастный. Этот несчастный. Его зовут Роберт Романов Будланд. У него два паспорта. Российский и американский. Ну, видно, он потомок каких-то эмигрантов. Вот. Он давно уже живет в России. Дружит в России, где-то там в районе. Да, его взяли. Он родился в России. Потом в 93-м году его по программе усыновления забрали американские граждане из какого-то детдома в Перми. В Перми. И он жил в штатах. А потом этот наивный мальчик решил помочь России. Вернулся туда и преподавал английский язык где-то там в школе. Теперь его взяли за за наркотики. Были наркотики или не было, я не знаю. Я склонен предполагать, что скорее нет, чем да. Но исход понятен. Он будет очередной жертвой режима. России нужно накапливать фонд для обмена, чтобы своих бандюх обратно забирать. И таким образом они пытаются это сделать. Это удовлетворить. Ну вот. Я думаю, что на сегодня хватит. У меня осталось 8 минут. Я не хочу начинать никакую большую новую тему. Я посмотрю просто на ваши комментарии. И если что-то есть интересное, отвечу. WebDeveloper пишет. Просто самые отчаянные вояки оказались русскоговорящие украинцы. И уже как-то неудобно говорить им, что они какие-то не такие. Вообще это ужас. То, что внушают украинцам про русский язык, это ужасно. Так. Станислав писает. 14 лет на Кадиллаках отъездил. Ну вот. Я вам завидую по-доброму. Отличная машина, но гниют после 6 лет. Но гниют отлично. Если они гниют отлично, тогда можно брать. Почему они гниют? Я не знаю. Интересно, что там металл какой-то левый или стыр или металл. А чего-то другого добавили. Алекс согласился со мной. Хорошо. Lexus так Lexus. Вот видите, я помогал Алексу принять решение. Алекс пишет. Яков, подскажите, почему американцы не очень любят иммигрантов из Латинской Америки? Нормальные же ребята. Кто вам такое сказал? Я вам хоть раз говорил, а я самый главный американец, которого вы знаете. Я никогда вам не говорил, что я не люблю латиноамериканцев. Никогда. Never. Нормальные люди. Работают хорошо, впахивают. Откуда они такие сильные, я не знаю. Я смотрю, как они работают на вот этот ландскейпинг. Траву стригут, траву сеют в жару, в холод, снега не убирают. Ну, молодцы. Просто я не знаю, он такого небольшого роста. Крепкий такой, жилистый. Как они работают? Нормальные люди. Нормальные. Я ни слова не говорю плохого против них. Элли Севджо пишет. А сейчас американцы не могут до Кубы ездить? Могут, но при определенных условиях. Например, если бы я сам был с Кубы, у меня там родственники. Или если бы я работал в университете и занимался изучением кубинской культуры, и в рамках этого изучения я должен был бы поехать нанести визит. Ну, то есть, определенные должны быть требования. Некоторые умудряются как-то через Канаду лететь. Они летят в Канаду. Из Канады они летят на Кубу. И как-то им вроде не ставят штамп, что они были на Кубе, а потом они обратно в Канаду и во Верию. Не знаю. Так, Валерий Пешьяков почему-то считает, что Израиль может полохнуть так, что будет плохо штатам. Сколько оружия арабских стран в Украине? И конфликт на Ближнем Востоке может полохнуть намного быстрее и намного сильнее. Там он тлеет всегда. Там огромное количество врагов и у Израиля, и между собой. И если там начнется, между арабскими странами тоже, то мало не покажется. Кроме того, они просто тупо они бомбят наши военные базы. И мы молчим, и молчим, и молчим. Так, веб-девелопер. Надо Петровича с кувалдой позвать и освободить хлопцев и девчат. Денис пишет. У нас антипутинский демонстрацию мошонку к брусчатке на Красной площади гвоздем прибил в свое время. Так что с цементом заливать это слабовато. Да, россияне впереди планеты всех. Это точно. Денис пишет. Куча американцев едет в Россию и получает гражданство. Куча идиотов. Все сядут. Сядут усе. Как говорилось в этой Америке. Дальше подкинули наркотики. Классика. Да, это тот, кто приехал в Париже. Банк там подпалил. Просто дурак оказался. Четко про Россию, но не точно. Энди пишет. Яков. Уолл-стрит-джернал. The Guardian. Или какой-либо другой любимый американской СМИ. Мне больше всего нравится Уолл-стрит-джернал. Я его читаю регулярно, каждый день. И мне кажется, они наиболее объективны. Насколько может быть вообще газета объективна. Они считаются более консервативного направления. Но мне кажется, у них хороший штат журналистов. И много их по всему миру. И фото журналистов. Классные фотографии они печатают. И вот эти все колонки. Понимаете, Op-Ed. Op-Ed это категория там, где opinions они пишут. Интересная газета. Я ее читаю. Так. Ну все, люди. На этом мы с вами закончим. Спасибо, что приходили. Оставьте 100 лайков. И завтра встретимся на том же месте. Который час я вам напишу. Пока.